Какое-то мнение, что... Я в момент своего зарождения, эта школа и этот круг людей претерпел столько изменений, что границы этой конгломерации очень сложно определить. Поэтому я решила взять в качестве основы не этот расплывчатый термин, который только что произнесла Московская школа концептуализма, но термин «нома», который ввел в 1988 году Павел Пеперштейн в своем докладе «Идеологизация неизвестного», и в котором он дал определение этой конструкции. Собственно говоря, «нома» — это практически синоним словосочетания Московской школы концептуализма, однако в своей статье Пеперштейн определяет этот круг людей как сообщество, которое ограничивает себя с помощью совместно вырабатываемого комплекса языковых практик. Действительно, и это мы сейчас увидим, три поколения московского концептуализма концентрируются где-то в самом центре большого сообщества, и это сообщество скреплено в конечном итоге не столько методологией или стилем, или какой-то стилевой действительно декоративностью, сколько типом рассуждений об искусстве и его смыслах. В 1993 году на площадке Гунстхалли города Гамбурга Илья Кабаков представляет свою, одну из лучших, на мой взгляд, инсталляцию, которая называется «Нома». Вслед за Пеперштейном Кабаков использует это слово для того, чтобы описать свою собственную историю внутри московского искусства, и представляет из себя эта инсталляция это круглое помещение с низким потолком, в центре которого прорезано отверстие, из которого льется такой небесный яркий свет, в то время как 12 секций этого круглого помещения погружены в полутьму. Вот так выглядит план инсталляции «Нома». Это 12 маленьких комнат или палат, каждая из которых посвящена 12 апостолам, в кавычках, московского концептуализма, тех, с кем Кабаков связывает свое становление, свой рост, свое видение современного русского искусства. Вот так выглядела, например, одна из комнат. Напоминающих даже не столько жилое помещение, сколько больничную палату, где стоит койка, стол, стул, где стол завален документацией, а стены завешаны ксерокопиями фотографий и текстов того, кому посвящена эта комната. В число 12 апостолов, помимо самого Ильи Кабакова, вошли Андрей Монастырский, Никита Алексеев, Борис Гройс, Дмитрий Пригов. Группа коллективных действий, как некий единый феномен. И внутри каждой этой комнаты можно было находиться часами, изучая документы, связанные с тем или иным героем этой инсталляции. Что тематизирует в данном случае Илья Кабаков, кроме того, что называет самых близких ему людей в качестве главных героев Номы, прежде всего он указывает на те тематические элементы, которые свойственны всем трем поколениям московского концептуализма и которые, собственно говоря, мы сегодня наглядно сможем проследить. Одно из важнейших качеств этого круга художников – это тема пустоты, тема отсутствия главного героя в том месте, где мы его ждем. Пустая кровать, пустые комнаты и пустой центр, вокруг которого разворачивается действие. Более того, этот центр подчеркнуто освещен. Его пустотность как бы намеренно акцентирована. Второй момент, который тоже очень важен для этого круга художников из поколения в поколение – это некоторая игра, некоторая драма между словом и изображением. Каким образом в больничной палате оказывается архив? Каким образом архивная документация сопровождает разворачивание вот этой душевной патологии, которая всегда шлейфом тянется за больничной палатой, за больничной атмосферой? Третий момент, тоже очень важный, о котором тоже необходимо сказать – это выдвинутая на первый план идея художника-персонажа, автор, автор, персонажа, который замещает на самом деле реального художника своим мощным явлением. То есть в Московской школе концептуализма художник и его персонаж, тот, кто говорит в момент осуществления искусства, не равны. То есть реальный автор, например, художник Илья Кабаков передоверяет повествование некоему персонажу по имени Илья Кабаков, который ведет себя совершенно особенным образом и является своего рода маской главного героя. И, наконец, четвертый уже, простите, момент, который тоже нужно упомянуть – это сама форма повествовательности, которая, в отличие от западного концептуализма, свойственно Московской школе, как ни в одной другой региональной школе это не проявляется. Если мы вернемся к истокам того явления, о котором мы сегодня говорим, к истокам Номы, то мы, безусловно, должны будем вспомнить круг художников, так или иначе, концентрировавшихся, собранных географически в центре Москвы, вокруг Срединского бульвара. В 1972 году в журнале «Студио Интернешнл» вышла статья Иржа Холупецкого, чешского искусствоведа, которая называлась незамысловатым «Московский дневник», и в которой Холупецкий называет несколько имен в московском искусстве, которых он объединяет термином «Школа Срединского бульвара». Действительно, географически и идеологически эти художники были близки, хотя в дальнейшем судьба их развела, и в этот круг входили изображенные на этом графическом листе Виктора Пивоварова, хозяин мастерской на Срединском бульваре Илья Кабаков, вот он здесь на первом плане. Это, безусловно, Эрик Булатов и его сосед по мастерской Олег Васильев. Их мастерские располагались в Чистопрудном бульваре. Это Эрнест Неизвестный, мастерская которого располагалась в переулках около Срединки. Это сам Виктор Пивоваров, у которого была мастерская на, как это называлось, Богдана Хмельницкого, по-моему, ныне Моросейка. Это Владимир Инкелевский, тоже сосед всех вышеназванных, который работал в мастерской на Покровке. Еще несколько персонажей, располагавшихся по соседству. Биографически и географически эти художники были объединены. И именно тогда, в этот момент, в конце 60-х, начале 70-х годов, находясь неподалеку друг от друга, они общались, они пытались выявить, сконструировать тот тип не столько творчество, сколько самоописание такой дискурсивной модели, которая помогла бы им сформулировать свои собственные основания в изобразительном искусстве и в том, что мы называем современным искусством. Именно здесь действительно складывалась главная основа НОМЭ, а именно вот этот самый дискурсивный языковой блок. Еще один лист альбома Виктора Пивоварова «Действующие лица», который изображает такое вот тело московского неофициального искусства 60-х, 70-х годов, где присутствуют практически все герои школы Сретенского бульвара, причем Кабаков, как видите, и появившаяся позднее группа коллективные действия располагается в черепе этого человека, этого коммунального тела московского неофициального искусства. Таким образом, можно сделать вывод о том, что именно лидеры Московской школы концептуализма являются мозгом московского искусства, некой управляющей силой, которая движет это тело по истории, по путям истории. Интеллектуализм художников, начинавших свою деятельность в этот период, на рубеже 60-х, 70-х, трудно отрицать. И, конечно, их склонность к теоретизированию, к размышлениям, рассуждениям об искусстве следует вплотную за их напряженной работой над тем, что можно назвать не столько поисками своего пути в искусстве, сколько, скажем, поисками выхода за пределы искусства. Особенность нашего российского послевоенного искусства, как вы понимаете, заключается в том, что в отсутствии доступа к информации за железным занавесом, в условиях художественного подполья, те, кто действовал на московской художественной сцене, были вынуждены осваивать языки модернизма в абсолютном таком глухом неведении о том, что происходит в актуальной мировой художественной жизни. И с неизбежностью, по всей видимости, художники, которые начинали этот нелегкий путь на рубеже 50-60-х годов, художники, которые предшествовали московской школе концептуализма, проходили шаг за шагом вот этот вот долгий вековой путь от сезановских опытов к сюрреализму и живописной абстракции, в то время как следующее поколение уже осознало себя в ситуации, когда требовалось совершить невероятный рывок, который совершили авангардисты начала 20-го века, и таким образом быть за пределы конвенций, связанных с представлениями о прекрасном. Каждый из художников, в котором мы можем говорить как о представителях первого поколения московского концептуализма, прошел этот путь. И путь этот был связан с тотальным разрывом не только с той художественной школой, с которой все они были связаны учебой в московских художественных вузах, но и с традицией предыдущих поколений московского неофициального искусства. Характерно, что очень многие из действий этого круга в более поздних интервью, воспоминаниях, пишут о том, как нелегко им давался этот самый авангардистский рывок, который обозначил бы для них границу между жизнью и искусством, для того, чтобы преодолеть ее, нужно было обозначить. И, в частности, Илья Кабахов пишет в своих воспоминаниях «Москва 60-70-е» о том, что его эволюция в этот период была связана с тем, что он называл поиском плохой и бедной вещи. Такой системы изображения, которая бы не предполагала не столько даже создание некоего единичного шедевра, сколько вообще была бы направлена на отказ от эстетики как таковой. И таким прорывом для Кабакова становится серия рисунков «Душ», которая действительно начинается как серия уникальных рисунков, где в центре мы видим голого человека, очень условно изображенного, стоящего под душем. При этом потоки воды, которые на него низвергаются из душевой лейки, принимают самые разнообразные очертания. Постепенно Кабаков приходит к печатной основе этой серии, то есть фигура человека уже заранее напечатана, и поэтому не требует особого, то есть становится неким модулем изобразительным, тогда как душевая лейка, струи воды, и антураж этого рисунка постоянно меняется. Через десятки, и даже, возможно, сотни, никто еще никогда не пытался собрать всю эту серию вместе, через вот это большое количество однообразных изображений Кабаков освобождается от необходимости каждый раз создавать некоторую уникальную вселенную, некоторую единичную, замкнутую рамками листа такую вот формулу высказывания, которая бы выбрала в себя всю богатейшую палитру смыслов и значений. В таком безразличии к внешности своей работы Кабаков приближается, безусловно, к представлениям западных художников о том, каким должно быть произведение концептуального искусства, внеэстетичное, но по-прежнему сохраняющее свой художественный статус, не являющийся предметом купли-продажи, хотя, конечно, в случае московского неофициального искусства коммерческий аспект был не так уж важен. Это произведение, это работа, как теперь принято говорить, начиная именно вот с этого поколения художников московского андеграунда, эта работа, как бы, выпадает из сферы возвышенного из того круга представления о произведении искусства, которое сложилось не только в официальном искусстве, но и в его оппозиционной, неофициальной части. В этот момент Кабаков создает целый ряд работ, которые так или иначе акцентируют тему пустоты. В частности, это вещь, которая называется «Диван-картина», деревянная панель, обтянутая кожезаменителем, напоминающая действительно спинку дивана, где в левом нижнем углу вдавлен такой вот овальный портрет мальчика, который, собственно говоря, как бы вот парит в этой белизне, в этом мягком теле дивана. И для своего времени, для своего поколенческого контекста эта работа настолько отличается от всего, что было сделано в этот период, что не заметить ее было просто нельзя. Конечно, как говорил Гройс в одной из своих ключевых статей, а именно в статье «Московский романтический концептуализм», в России невозможно создать приличную абстракцию, не сославшись на фаворский свет. Действительно, эта белая светящаяся, такая пухлая поверхность диванной спинки может указывать нам на некую метафизическую белизну, некое сияние пустоты, которое затягивает своим небесным образом как бы потустороннего бытия. Но, с другой стороны, пустой центр, пустая поверхность, не заполненная изображением, вполне может считаться аналогом того, что производили минималисты в 60-е годы в Америке и, может быть, вполне воспринято как нечто абсолютно равное самой себе. То есть это просто белая поверхность с маленьким портретом мальчика в левом нижнем углу. Интерес к слову-изображению возникает в случае с Кабаковым из его работы с книгой. Это уже, так сказать, зафиксированный исторический факт. И примерно те же истоки связывают Эрика Булатова с проблематикой взаимодействия слова-изображения. Хотя для него поверхность картины имеет такой же сакральный смысл, как и пустота у Кабакова. Надпись «Добро пожаловать» на таком открыточном изображении выставки достижений народного хозяйства не столько говорит нам о социальной картине советской действительности 1974 года, сколько о той ценности, которая для Кабакова представляет поверхность холста, за которым разворачивается действие, перед которым разворачивается действие. Но сама поверхность должна быть тщательно зафиксирована, она должна быть чиста, как в своей непрерываемости, в своем антииллюзорном эффекте, как идеальная поверхность зеркала. так же, как и Илья Кабаков, Эрик Булатов работает с поверхностью и пространством изображения, отказываясь от изображения, но не до конца, как в случае с Кабаковым, он оставляет текстовые знаки изображения, которые мы должны восстановить, произнося то, что написано. Знаменитая его работа «Вход в хода нет» – одна из самых значимых в этой череде текстовых полотен. Характерно, что в первом поколении Московской школы концептуализма картина как способ художественного высказывания сохраняет свою актуальность. Вот этот круг художников, связанных дружбой и интеллектуальным взаимодействием, по-прежнему воспринимает картину как одну из важнейших форм существования изобразительного искусства. Даже в том случае, если картина становится изображением дорожного знака, она все равно технологически сохраняет свою идентичность. То есть это плоская поверхность, на которой с помощью краски нанесено некоторое изображение. Правда, в случае с Иваном Чайковым, который много работает как живописец, картина начинает преображаться сквозь границы этого четырехугольника, начинают прорываться фрагменты изображения, как в данном случае элементы пейзажа, зеленые кусты на обочине и летящие над дорогой облака. То есть мы, не видя дороги, видим ее знак. И, собственно говоря, именно поэтому в этом произведении мы можем диагностировать признаки концептуалистского подхода к созданию визуального знака. Также и серия работ Чайкова под названием «Виртуальная скульптура». Работы эти зачастую не сохранились, существуют только на фотографиях. Мы имеем дело с тем инструментарием, которым располагает концептуалистское искусство. Мы видим выявленную механику создания образа, когда сама технология указывает нам на то, что изображение и реальность не идентичны, что слово не равно своему смыслу, что мы наблюдаем тот процесс, который называется создание произведения искусства. Механика в концептуализме создания работы всегда чрезвычайно выделена. И здесь, в этой серии «Виртуальная скульптура» мы наблюдаем эффект, с которым работает Чайков. И именно этот эффект называется «Иллюзией трехмерности». Что в данном случае мы видим? Мы видим углубление, угол, очерченный цветным или черным карандашом. Или это выпуклость, это объем, или это иллюзия объема. Работы московских концептуалистов начала 70-х годов, старшего поколения, зачастую многоголосны, скажем так. Это работы, которые говорят с нами, они говорят при этом теми самыми голосами авторов персонажей, как в случае с Ильей Кабаковым и его серией с вопросами-ответами. Чья это муха называется работой 67-го года. И вот здесь, в пустоте синей панели, изображена маленькая мушка, которую обсуждают персонажи, невидимые нам герои кабаковской работы. Еще более многоголосным становится проект Кабакова под названием «Ответы экспериментальной группы». Это огромная вещь на Арголите, которая состоит из небольших таких вот табличек с надписями, которые... Можно ли тут увеличивать? Нет. Ой, наоборот. Которые неким таким вот хором обсуждают нечто или кого-то, того, кого можно обозначить существом мужского рода единственного числа. Но чем больше мы читаем эти высказывания различных персонажей, придуманных Кабаковым, тем больше мы понимаем, что речь идет как о людях, так и о вещах. И снова мы имеем дело с вот этой пустотой, с зазором между тем, что говорится, и тем, что мы понимаем. Сестра хотела, чтобы он жил у нас. Сырой он бывает невкусен, говорит Кабаков голосами Марии Дмитриевны Заречной и Матильды Ермоленко. Эти существа или явления мужского рода единственного числа оказываются разведены в конечном итоге как бы по разные стороны нашей реальности. это люди и вещи, которых объединяет языковая игра. Сейчас, одну минуточку. При этом, как в ответах экспериментальной группы, так и в других работах Ильи Кабакова 70-х годов, мы наблюдаем разворачивание такой очень интенсивной нарративности своего пика в Кабаковском случае нарративность достигает тогда, когда он начинает работать с формой альбома. Это уже не графическая серия, как в случае с работами из серии «Душ». Это связанные длительные истории, которые разворачиваются в тот момент, когда мы листаем листы этого альбома. И, что и также важно, в случае с московской художественной традицией, именно Илья Кабаков по всей видимости вводит в художественную работу, причем графическую художественную работу, элементы перформативности, таким образом порывая не только с традиции классической графики, традиционной графики, но и выводя изобразительное искусство из сферы принятых технологий, живопись, графика, скульптура, на территорию, где встречаются искусство и жизнь, а именно на территорию перформанса или художественной акции. Дело в том, что альбомы Кабакова можно было посмотреть, только придя к нему в гости в мастерскую, при этом хозяин мастерской выставлял альбом на пепитр и методично перелистывал эту вот эту графическую историю, самостоятельно зачитывая то, что написано на листах. Например, альбом в шкафу сидящий Примаков построен самым классическим для Кабакова образом, также были построены другие альбомы серии «Десять персонажей», вводный лист, обложка, листы с изображением и текстом и листы только с текстом, которые комментируют происходящее внутри каждой истории каждого персонажа. В частности, в шкафу сидящий Примаков это человек, который с детства обитал в шкафу. И, собственно говоря, судя по комментариям, которые приводит автор, этот человек с детства полюбил темноту пустого шкафа, перенес туда постельные принадлежности и начал там жить, периодически наблюдая мир через щель дверцы шкафа или наблюдая ее через слуховые такие аффектации. Ну вот, например, пришла Маргарита Львовна, как гласит надпись на черном-черном листе. Вот так выглядят листы с комментариями родственников и друзей в шкафу сидящего Примакова. Ну вот, в частности, здесь, видимо, мать рассказывает... Ой, убежала. Он еще совсем маленьким стал забираться в шкаф и там прятаться все свои игрушки он тоже перенес туда и старые подушки и пиджака он смастерил что-то вроде постели. Вот мир сквозь щель двери, вот дверца открыта и вот наступает кульминационный момент, который сопровождает каждую из историй десяти персонажей. В прошлом году, в конце мая, он не открывал свою дверь уже три дня и не слышно было ни звука. на все наши слова он не откликался, мы решили с отцом взломать дверь, но когда мы ее взломали, там никого не было. Каждый альбом из серии десять персонажей действительно заканчивается исчезновением персонажа, причем причем это не всегда и не обязательно смерть, это просто исчезновение такое мистическое пропажа главного героя, который исчезает вот в той самой пустоте, которая для Кабакова все больше и больше становится одним из ключевых представлений о ну скажем так красоте современного искусства, если можно так выразиться, о пустоте как максиме, который следует достичь. Исчезновение персонажа это, как я уже сказала, не обязательно смерть, это его исключенность из вот этой пыточной системы реальности, в которой страдания и боль прерывают ну скажем такое вот как бы целостное возвышенное существование души. в этом же альбоме очень характерно включение таких листов, на которых мы не видим ни изображений, ни комментарий, это слова некоторых таких лозунговых что ли решениях свежая морковь или сильный ветер, неважно, но в шкафу для этого человека невидимые ему предметы и явления обретают образ слова, утрачивая оболочку внешнего облика. Снова мотив пустоты и снова мотив исчезновения образа в пользу проявления языковых функций концептуалистской работы. Пустой центр, как некая сакральная территория для московских концептуалистов, в частности Ильи Кабакова, сохраняет свою актуальность почти в течение всего десятилетия. Еще одна работа Кабакова по краю номер один большой планшет, выкрашенный белой эмалью, по краю которого маршируют маленькие фигурки мальчика. И, наконец, уже к 80-м годам Илья Кабаков готов отказаться от изображения вовсе. Не только центр становится пустым, но и вся поверхность этой белой эмалевой работы. В 84-м году Илья Кабаков формулирует некую идеальную схему всех своих произведений, где наверху, на некоем плато располагается идеальная пустота, к ней приближаются почти пустые картины, пустые рисунки, а внизу, в самом аду такого творческого размышления, творческой работы располагаются мусорные ящики, и все, что связано с заполненностью эта грязь, мусор и помойка. Действительно, тема мусора, как некой инструментальной функции избавления от традиционного искусства, от традиции, как тюрьмы, играет большую роль в творчестве художников первого поколения, и это сохраняется и у тех, кто начал работать уже в 80-е годы, в частности, для Натальи Абалаковой, Анатолия Жигалова. Эта тема также важна через воплощение некоторых понятий сакральных для художников 60-х годов и обозначенных словами «Духовка» и «Нетленка» в этой инсталляции, которая называется «Кухня русского искусства». Эти понятия выведены реальный интерьер простой советской кухни и «Нетленка» как нечто, что создается на века, то есть как некий шедевр, введенный в контекст всемирной истории искусства, а эти попытки создать нечто подобное и были маркированы искусством шестидесятников модернистов. Этим словом обозначена дверца, где обычно люди на кухне хранят помойное ветро. Духовка как иронический термин, применяемый к обозначению такого искусства, которое ориентировано на выявление духовных скреп, как сегодня бы сказали. Этим словом обозначена духовка кухонной плиты. Вот это снижение, стремление снизить пафос модернистского максимализма очень характерно и для старших, и для средних художников-концептуалистов. Вот еще одна апелляция к теме мусора в как еще раз повторю инструмента работы с иерархическими представлениями о добре и зле в искусстве воплощены в работе Кабакова выноса помойного ведра. При этом есть какие-то вопросы? На самом деле, если у вас будут какие-то вопросы, по ходу можете их задавать смело. При этом Кабаков вовсе не отказывается от темы, которая могла бы быть расценена как возвышенная. Это тема вечности, тема такого экстенциальной тоски, которая здесь, в данном случае, выявлена через бесконечный пятилетний план выноса помойного ведра, который простирается сквозь годы через жителей этой коммунальной квартиры. Лев Рубинштейн, один из важнейших героев среднего поколения московского концептуализма, в своем интервью Юрию Альберту говорит о том, что для него, так же, как и для Ильи Кабакова, чрезвычайно важным было желание, как он выражается, выскочить за пределы литературы. Молодой поэт, который пишет традиционные рифмованные стихи в традиции Серебряного века, в начале 70-х годов, вот в этом стремлении выскочить из литературы, приходит к полному слому стихотворной формы, отказываясь от ритмики, от цезур, от рифмы, и главной формой его поэтических произведений новаторских становится картотечная карточка. Его работы начались с середины 70-х годов, записанные на картотечных карточках, хранят записи таких вот вырванных из бытовой речи фраз и реплик, которые необходимо читать тщательно и вдумчиво перелистывая эту картотеку. Так же, как и Илья Кабаков, Лев Рубинштейн вводят в свою поэтическую работу элементы перформативности, поскольку первые картотеки Рубинштейна читал сам автор, и в его случае, так же, как и в случае с Кабаковым, очень важны были авторские интонации, авторская ритмика, авторская пластика, и это еще один шаг на пути к выходу перформанса на передний край московского концептуального искусства. Вот герои, которые на самом деле из Номы были в конечном счете исключены не столько и не столько по причине эмиграции. Комар и Меламид эмигрировали в середине 70-х годов, в надежде стать американскими художниками, но скорее потому, что в работах Комара и Меламида, сделанных до эмиграции, полностью отсутствовала какая бы то ни была апелляция к метафизической подоснове, которой художники Сретенского бульвара и их младшие коллеги периодически апеллировали. Но другие элементы концептуалистского дискурса все равно у Комара и Меламида присутствуют. Так же, как и концептуалисты Сретенского бульвара, они внимательно работают с современной им советской реальностью и в основе их ранних работ всегда располагаются проблемы языковой игры, языкового демонтажа советского идеологического текста. лозунг в данном случае, как в этой работе лозунг, идеологический смысл того, что написано белыми буквами на красном фоне, это привычная форма советской идеологической продукции. Смысл этого высказывания меняется, как только мы видим, что подпись под этой бессмертной и анонимной фразой проставлена совершенно волюнтаристски и цинично. Эта фраза, это как бы расхожая формулировка, которая преследовала советского человека на каждом углу, апроприируется авторами и как бы здесь мы видим, что именно они являются источником этого идеологизированного высказывания. Еще одна работа Виталия Комара и Александра Меламида, которая выдает в них не только и не столько соцартистов, как вы знаете, они были основоположниками и лидерами этого движения в 1972 году, подписав манифест соцарта. В их сложной судьбе, в их сложном творческом наследии соцарт как стиль соседствуют с элементами концептуализма как метода, если их можно так было бы так развести. Работа «Идеальный документ», которая создана была в 1975 году, заключалась в том, что художники собрали коллекцию документов, которые мог иметь идеальный советский гражданин. Это паспорт, диплом, сберкнижка, профсоюзный билет, комсомольский билет и так далее, партийный билет, в конце концов. Эти документы были превращены в такие пластические матрицы, прямоугольники из плексиглаза, тщательно измерены и приведены к некой идеальной форме, к среднему арифметическому. Этой идеальной формой стал красный квадрат по доминирующему цвету советского документа, которым был, собственно говоря, красный. Это работа, которую мы видим воплощенной в трех последовательно выставленных фотографиях, хранит в себе и все тот же интерес к современной советской реальности, которая не отпугивает, но скорее завораживает своей плотностью и таким вот как бы бесконечным говорением идеологическим. С другой стороны, мы видим, что формально эта работа состоит из трех фотографий, таким образом фотография в наследии Комара и Меламида и в традиции московской школы концептуализма также выходит на передний план, как и перформанс, к середине 70-х годов постепенно вытесняя живопись, графику и скульптуру. Традицию Комара и Меламида на московской художественной сцене продолжает группа «Гнездо», состоящая из трех художников Геннадия Донского, Виктора Скерсиса, Михаила Федорова Рошаля. И хотя по возрасту эти молодые люди должны были бы включаться в третью часть нашей сегодняшней истории, по хронологии они начали работать гораздо раньше своих сверстников и скорее могут быть отнесены ко второму поколению Московской школы концептуализма. Это середина 70-х годов, в частности, их знаменитая акция, благодаря которой они получили свое название, группа «Гнездо». Это акция «Гнездо», реализованная во время одной из первых официально разрешенных выставок нонконформистского искусства в Доме культуры ВДНХ в 1975 году. Заключалась эта акция, собственно говоря, в том, что художники посередине выставочного зала соорудили большое гнездо из веток с каких-то сухой травы и уселись в него, окружив себя табличками, тишей идет эксперимент и призывом ко всем проходящим мимо присоединяться и высиживать яйца. Эта акция присуществовала недолго, но была одной из первых художественных акций, проведенных публично. В наследии группы «Гнездо» присутствуют и вот такие инструментальные интерактивные объекты, которые призывают пользователей, зрителей к взаимодействию, они так же перформативны, как и карточки Рубинштейна, так же как альбомы Кабакова. Знаменитая коммуникационная труба, которая должна служить таким вот инструментом общения. Наверняка многие из вас помнят этот объект по фильму «Асса», где он присутствует в сцене, когда мальчик поданан общается своей подругой. В один конец трубы нужно говорить, к другому концу трубы нужно приложить ухо, и таким образом коммуникация становится гораздо более эффективной. Очень простая механика. Формально это кусок такой, как это называется, водосточной трубы, покрашенной красной эмалью. Визуально практически ничто. То есть эта работа обретает свой смысл и свою функцию только в процессе ее использования. Также проста и незамысловато другая работа «Железный занавес», которая представляет из себя кусок железа, на который наложена надпись по-английски Iron Curtain, и которая, собственно говоря, иллюстрирует понятия, которые использовали все советские граждане, особенно диссидентские, антисоветские настроенные, находящиеся за железным занавесом советского идеологического контроля. Вещь практически совпадает с тем, что она значит. И также тот же эффект мы наблюдаем в постановочных фотографиях группы «Гнездо», в частности вот в этих трех фотографиях, объединенных названием. Это такие симулятивные акции, которые назывались «Помощь стране в выращивании хлеба». Первая фотография показывает нам, как участники группы пашут, на второй они сеют хлеб, и, наконец, на третьей фотографии они собирают урожай, таким образом, включаясь в сельскохозяйственную программу советской страны. Однако же эти фотографии были сделаны в один день, таким образом, из семян, раскиданных на вспаханном поле, ничего не могло вырасти. И это еще один шаг в сторону к современному искусству, к такому современному искусству, который мы знаем. Эти фотографии не просто являются документацией перформанса, эти фотографии являются симуляцией перформанса, они являются самодостаточной художественной работой, и в этом смысле гораздо ближе к нам, чем, ну скажем, чтение Рубинштейна, чтение Рубинштейна своих стихотворений на карточках. Еще одна работа, объединяющая концептуалистский подход и социартовскую иронию, и критику идеологии эта акция под названием «Станем на метр ближе», смысл которой заключался в том, что в двух концах земного шара в Советском Союзе и в Америке в частности участники этой акции должны были вырыть ямки глубиной 50 сантиметров, таким образом американская подруга участников группы «Гнездо» стала ближе к молодым людям на один метр, что оказывалось очень важно, когда мы говорим о 1977-м годе политики разрядки международной напряженности и сближении американского и советского миров. Ну вот, собственно, процесс создания этой ямы. акция в контексте истории группы «Гнездо» становится доминирующим способом художественного высказывания, и это тоже очень симптоматично в московском концептуализме второй половины 70-х. Перформанс становится доминирующим способом художественного высказывания, тогда как картина и рисунок уходят на второй план. знаменитая акция «Демонстрация или искусство в массы» закончилась благополучно, и хотя была проведена вполне открыто на улице Дмитрия Ульянова, участники группы не были арестованы, и никаких административных последствий эта история не имела. Еще одни представители московской школы концептуализма ее второго поколения, если так можно сказать, Римма и Валерия Герловина. Эти художники были, в отличие от художников первого поколения, в большей степени связаны с текстовой работой, чем с изобразительным искусством. Это тоже очень важно подчеркнуть, если мы говорим о средней генерации московских художников. Многие из них действительно вышли из филологии, как Римма Герловина, либо из поэтической среды, как Андрей Монастырский. Таким образом, эти художники были в меньшей степени связаны с визуальной традицией советской живописи или мирового искусства предыдущих столетий. И совершенно очевидно, они были в меньшей зависимости от школы, которая многих художников, получивших классическое образование, удерживала долгие годы в плену определенных представлений о том, как нужно работать, о том, как нужно соответствовать определенной традиции или технологии. И этому поколению преодолевать этот плен не пришлось. Их визуальные работы теснейшим образом связаны с поэтическим творчеством. И знаменитые кубики Рима Герловиной являются языковыми играми с тем же успехом, с каким внутри языка работали Илья Кабаков или Виталий Комбр и Александр Меламид. При этом многие кубики Герловиной обретают смысл именно в моментах использования, так же, как и в работе группы Гнездо. Вот комбинационная игра от Чистилища Рай, которая представляет из себя расположенные горизонтальные ячейки, разделенные на три части. Внизу располагается Ад в сведении Чистилища наверху Рай. И кубики с именами знаменитых героев всемирной истории вы можете перемещать сверху вниз, таким образом обозначая свою оценку их роли в истории. Андрей Монастырский, так же, как и Римма Герловина, не имеет напрямого отношения к изобразительному искусству, он по образованию филолог и по главному своему занятию поэт, так как поэт, он становится известным в неофициальных московских кругах, филологов. Но к середине 70-х годов он тоже, как и Рубинштейн, понимает, что традиционное поэтическое творчество для него слишком тесно. и в 74-м году начинает серию, которая получает название «Элементарная поэзия», в которой слова уступают место изображению, действию или его имитации. Замена традиционного стихосложения действием или изображением – это на самом деле та же механика, тот же рапорт, скажем так, который в случае с художниками, представителями визуального искусства мы наблюдаем, когда они отменяют изображение в пользу слова. Перед вами документация одной из работ из серии «Элементарная поэзия» – это «Куча» 1975 года, когда Андрей Монастырский предложил всем своим гостям оставлять что-нибудь ненужное, найденное в кармане пальто или штанов на полке в прихожей своей квартиры и тщательно фиксировать при этом каждую из оставленных на полочке вещей. таким образом вскоре в коридоре Андрея Монастырского выросла куча ненужных вещей, мусора фактически. Это кусочек от рейтуз, оторванная пуговица, таблетка, найденная в сумочке и так далее, и так далее. Там фрагмент расчески. куча росла, записи в книге умножались, и длилось это до тех пор, пока мать Андрея Монастырского не решила, что это действительно куча мусора и не выбросила все произведение искусства в мусорное ведро. Но осталась документация и, собственно говоря, она и является для нас произведением поэтического творчества, в которой зафиксированы основные элементы высказывания, в которых не было места слову, но было предоставлено пространство человеческим следам. Другая работа Андрея Монастырского под названием «Пушка» также принадлежит к кругу работ элементарной поэзии. Это также, как в случае с группой «Гнездо», абсолютно безвидное изделие из черного, выкрашенного черной краской картона, обычный склеенный короб, которому приделана труба, и на фронтальной поверхности этого короба мы видим белый лист с инструкциями для пользователей. Это также интерактивный объект, который требует от зрителей непременного участия. Что, собственно говоря, необходимо сделать, как гласит инструкция, нужно приложить глаз к трубе и нажать на кнопочку электрического провода, который свисает изнутри коробки. Зритель прислоняет глаз к трубе, нажимает на кнопку, но вместо визуального впечатления получает аудиальное. Изнутри коробки доносится электрический звонок. В этой концептуалистской работе монастырский вполне в таком классическом духе раннего западного концептуализма работает не столько с изображением, не столько с формой, даже не столько с текстом, сколько с сознанием зрителя как основным объектом этого произведения. То, что разворачивается в процессе наблюдения пушки, это тот образ, который складывается в воспринимающем сознании, которое в ожидании зрительного эффекта получает слуховое впечатление. И таким образом механика, сама механика восприятия обнажается для того, кто пришел посмотреть на эту работу, для того, кто является потребителем художественной продукции. То же самое происходит в работе монастырского палец. Это такая же невзрачная черная коробка с отверстием посредине. Автор предлагает каждому зрителю продеть руку в нижнее отверстие этой коробки и вставить указательный палец в отверстие на фронтальной панели. Что является предметом изображения? Здесь, конечно же, не картонная черная коробка и дырка в этой коробке. Предметом изображения, так же, как и в случае с пушкой является сознание зрителя, который указывает на самого себя, как на предмет изображения данной работы. Форма интерактивного объекта, так же, как и техника перформанса, оказывается в центре внимания художников этого поколения. Одна из знаменитых акций середины 70-х годов называлась «Семь ударов по воде». Ее автор Никита Алексеев действительно, взяв палку, найденную на берегу Черного моря, семь раз ударил по поверхности воды, что и было зафиксировано его другом на фотопленку. Чистое действие, не связанное с какими-то сложными театральными или паратеатральными реализациями, реализациями, действие минималистичное и одновременно чрезвычайно многозначное. Здесь и мимолетность произведения современного искусства и его вечные смыслы, так же, как великий царь древности Никита Алексеев как бы высек моря. Художники круга, в который входили Никита Алексеев и Андрей Монастырский и Лев Рубинштейн, в 76-м году объединяются для того, чтобы проводить свои странные действия на заброшенных пустырях Москвы или за городом на колхозных и бесхозных полях или лесах. Поначалу группа даже не имела названия, а то, что они делали, называли, они сами называли не художественные акции, не перформансы, а чтение. Таким образом, как бы указывая на то, что эти действия имеют отношение скорее к поэзии, к литературе, к филологии или даже к некой структурной лингвистике, чем к изобразительному искусству. Первой акцией группы молодых художников стала акция появления. Во время действия художники собственно пригласили своих друзей, по-моему, в количестве около 20 человек, которые были приведены на кромку большого поля в Измайловском парке. Зрители топтались на мартовском снегу в ожидании неизвестно чего. Вскоре на противоположном конце этой поляны появилось две фигуры, которые постепенно подошли к группе ожидающих. и после этого каждому из тех, кто пришел на акцию, было вручено документальное подтверждение о том, что Эмирек являлся свидетелем появления. Так выглядела первая акция группы коллективные действия и называлась она действительно появление. И здесь сразу же почти в первую же свою реализацию КД включает важные такие вот ключевые элементы своей эстетики, первое из которых тоже вот это самое пустое поле, которое разделяет участников акций и зрителей, перед которыми разворачивается невидимое им действие. Это с другой стороны абсолютная пустота зрительского ожидания, которое впитывает в себя не столько и не только то, что происходит в процессе художественной акции, но и в значительной степени то, что является непосредственным потоком повседневности. Это их собственное настроение, это погодные явления, переживания, связанные с перемещением от, не знаю, станции метро или электрички к месту проведения акции. и таким образом каждая акция коллективных действий это акция созерцания самого себя в большей степени, созерцание некой художественной акции, которая разворачивается на некоторых подмостках, расположенных перед зрителем. Еще одна акция КД под названием «Время действия». Сценарий ее достаточно прост. Заключалась она в том, что в лесу была подвешена веревка, намотанная на бобину. Единственная как бы странность заключалась в том, что на барабан было намотано 7 километров белой веревки. на поле перед лесом, где располагалась эта катушка, пришли 20 человек зрителей, которые встали на противоположном от опушки леса конце поля, и один из участников группы вытянул к ним конец белой веревки. Зрителям было предложено поочередно вытаскивать из леса эту 7 километров этой белой веревки. Зрители, разумеется, не знали о длине и постепенно, постепенно вытягивали эту веревку к себе под ноги. Длилось действие полтора часа и в конце концов вся веревка была вытянута из леса на поле. в конце этой веревки была привязана бумажка с документацией акции, которая получила название «Время действия». Таким образом, акция сводилась к тому, что участники и зрители не только вытягивали веревку из леса на поляну, на это поле Киевогорское, но и к тому, что само время действия было ромировано их усилиями. То есть они превращали время в пространство, созерцая практически одну и ту же картину. Вот это пустое спаханное поле и опушка леса, которая не претерпевала ни малейшего изменения. Вот эта группа зрителей вытаскивающих веревку и документация этой акции «Семь километров спутанной белой веревки», которая теперь хранится в музее Мани, Московского архива нового искусства. Снова мы возвращаемся к формату иллюстрированного текста, к формату, где слово изображения сталкиваются. В контексте истории группа «Коллективные действия» тома документации акций под названием «Поездки за город» стали играть со временем такую же важную роль, как и сами художественные акции. И вот эта пустотность перформансов КД, в которой отсутствие зрелищной событийности компенсировалось интенсивным ожиданием действия, ожиданием того, что должно что-то случиться, но при этом случалось в основном то, что разворачивалось как бы внутри сознания пришедших на акцию. Вот эта интенсивность ожиданий, вот этот зазор между ожиданием впечатления и тем, что было в результате осмыслено и получено, результировалось в очень богатом текста порождении. Все участники и зрители писали о своих впечатлениях длить такие пространные тексты, которые потом собирались в книге, иллюстрированные документальными фотографиями. Сам формат художественных акций, то есть ожидание действия, само действие, так называемое пустое действие, которое разворачивалось, смысл этого пустого действия заключалось в том, что оно разворачивалось вне поля зрения зрителей. Дальнейшее документирование и текстовое описание своих впечатлений об акциях привело в конечном счете к тому, что группа коллективные действия стала функционировать не просто как художественное объединение, а как некая институция, сплачивающая вокруг себя друзей единомышленников. Более того, сама практика написания текстов по следам художественных акций сделала дискурсивную работу одной из центральных занятий в кругу КД, как стали называть вскоре. В процессе разворачивания перформансов КД складывался лексикон, складывался тип описания акций и, что немаловажно, формировалась сама традиция бесконечного обсуждения самых, казалось бы, ничтожных явлений не только художественных, но и явлений обыденной реальности. Постепенно функция институциализации Московской школы концептуализма расширилась до более широких кругов, которые сплотились вокруг идеи Андрея Монастырского создать Московский архив нового искусства. В отсутствие музеев, журналов, которые бы собирали и описывали это искусство, было решено зафиксировать исторический момент, и случилось это в 1981 году. Задача ставилась такая, собрать некий круг авторов, которые объединены между собой общими интересами и представлениями о том, каким должно быть современное искусство, и попросить этих авторов предоставить в определенном формате либо свои тексты, манифесты, либо фотографии своих новых работ, либо сами работы, либо их описание. Из этого материала были сформированы последовательно четыре папки, пятая осталась незаконченной, и таким образом у Московской школы концептуализма появилось новое название, которое звучало как круг мани, круг Московского архива нового искусства, то есть все те, кто попал в эти четыре папки и формировали ядро Московской школы концептуализма. И это были все те же представители группы не существующей, должна подчеркнуть, а такой как бы очень условной группы Срединского бульвара, Кабаков, Булатов, Всеволод Некрасов, Иван Чайков и художники и поэты более молодого поколения представителей коллективных действий сам Андрей Монастырский, Никита Алексеев и другие. Вот примерно так выглядела небольшая группа круга мани, вообще Московской школы концептуализма своего среднего поколения. На рубеже 70-х, 80-х годов на художественную сцену Москвы входят молодые авторы, многие из которых приходят из изобразительного искусства, тогда как другие с изобразительным искусством никак не связаны. Перед вами фотография участников группы Мухомор, это пятеро молодых людей, здесь одного из них не видно, он снимает портрет своих друзей, это Алексей Каменский, Константин Звездочетов, Свен Гумблах, Сергей Мироненко, его брат Владимир Мироненко, который остался здесь за кадром. Группа сложилась в 78-м году, своей датой своего возникновения Мухоморы объявили 24-е марта, тот день, когда они создали свою первую совместную работу, и этот день с тех пор является днем работников хэппининга. Что, собственно говоря, отличает художников группы Мухомор и вообще художников поколения, примкнувшего в начале 80-х к московской школе концептуализма, во-первых, прежде всего об отличиях поговорим, во-первых, их отличает такой пристальный интерес не просто к советской реальности и ее идеологическим проявлениям, сколько к явлениям советских контркультурных объединений. Контркультура, субкультура городская – вот главный предмет интереса участников группы Мухомор. Во многом они копируют свои прототипы, в частности, так же, как футбольные фанаты с городских окраин или рок-фаны. Группа Мухомор создает свою собственную эмблематику свои собственные ритуалы и посвящает значительное количество времени работе с культурными героями советского советского низовой культуры. В частности, одна из первых акций, которую они провели перед представителями старшего поколения московских концептуалистов называлась «Вечер памяти поручика Ржевского», одного из главных героев советских анекдотов. в рамках этой акции мухоморы читали выдуманные ими самими истории про поручика Ржевского. Сам антураж акции составляли произведения, посвященные этому культурному герою, в частности, вот этот портрет работы Сергея Мироненко. У мухоморы очень многое при этом и заимствовали у концептуалистов, в частности, это тщательное прописывание сценария художественной акции, которая, тем не менее, в их случае сохраняет свою лаконичность и незрелищность. И, с другой стороны, это документирование каждой акции, которая может быть, может принять вид, например, такого графического альбома или такой вот машинописной работы со списком в рамках акции метро. Участники группы спустились подземлю с первым поездом с момента открытия московского метрополитена. Они путешествовали по подземке столицы до самого закрытия. И своим друзьям они раздали вот такое расписание, где, во сколько, на какой станции они будут всем, кто мог принять участие в этом перформансе, было предложено спуститься на платформу и расписаться в расписании за свидетельство свое присутствие на поле искусства. Это действие абсолютно растворенное в повседневности, так же, как и действие участников коллективного действия, тавтология, участников группы КД, в тот момент, когда они появляются на краю поля в Измайлова, проходят по нему и подходят к группе зрителей, не происходит ровным счетом ничего необычного. Это просто некое действие, маркированное как художественное, но при этом абсолютно встроенное в ткань узнаваемой реальности. Так же и мухоморы, переезжая со станции на станцию московского метро, ничем не выделяли свое присутствие в жизни сонных или, наоборот, очень активных пассажиров, кроме того, что перманентно вели дневник своих перемещений и переживаний и пытались фотографировать, хотя в советском метро фотографировать было запрещено. мухоморы занимались практически всеми видами художественной деятельности, так же, как и старшие, они работали с формой альбома, иллюстрированные книги, они писали стихи, они сочиняли оперы, они снимали кино, в конце концов они записали музыкальный диск, таким образом, быть за пределы не просто неофициального искусства, а вообще в принципе изобразительного искусства, как некой локальной социальной среды, органично вписавшись в тогдашний ландшафт рок-культуры, а вот так они пытались реагировать на бесконечное противостояние между болельщиками «Спартака» и ЦСКА. Сохранилось огромное количество графических листов, вот таких полудетских рисунков, в которых Мухомор рефлексирует на тему конфликта между футбольными фанами. При этом, конечно же, центральной фигурой этого на этом поле битвы оставались сами великие Мухоморы. Еще одна форма, которую используют Мухоморы, как я уже сказала, это форма альбома, но в их случае эти альбомы окрашены совершенно особым образом. Это уже не рассказы о персонажах, каждый из которых имеет некую патологическую склонность и которые исчезают в конце истории. Это повествование, опять, мы имеем дело с таким длительным нарративом, но в данном случае это повествование о двух молодых людях, которые приезжают из пригорода в центр Москвы для того, чтобы людей посмотреть и себя показать. Это их прогулки по центру Москвы, их возвращение в свои субурбии. И эти молодые люди, конечно же, являются с одной стороны участниками группы Мухомор, это Константин Звездочетов и Свен Гундлах, но однако же на фотографиях мы видим не самих художников, а тех, о ком мы говорили как об авторах персонажей в самом начале. Это такие гупники сакраин персонажи, которые авторам, реальным людям Звездочетов и Гундлаху не равны. Та же самая история происходит, когда мы имеем дело с группой Скерсиса и Захарова. Вадим Захаров и Виктор Скерсис создают свой творческий дуэт в 80-м году через два года после Мухоморов. И несмотря на то, что мы прекрасно понимаем, что существуют реальные люди с именами Виктора Скерсиса и Вадим Захаров, в тот момент, когда они осуществляют свое художество и деятельность, они становятся персонажами, один из которых говорит «з», а другой говорит «с». Это группа меняла свои маски периодически с Керсис и Захаров забрасывали московский андеграунд бесконечной продукции «СЗ», которая выглядела примерно вот так. это были плитки, кафельные плитки для носа, рисунки с изображением мрачной девочки или пакеты из-под молока, выкрашенные золотой краской с надписью «Бодалка». это были тиражные работы, которые должны были по идее авторов заполнить собой пустые пространства в квартирах их знакомых и друзей, но самым распространенным предметом, с которым работали Скерсис и Захаров, были спичечные коробки, маркированные значком «СЗ». Это были ковырялки «Радость души», «Трыкалки мечта» и «Тыкалки интим». То есть спички как самый обыденный предмет с одной стороны и с другой стороны главные персонажи вот этого микроспектакля, который был зафиксирован в серии порнографической серии, где спички выполняли почти человеческие функции в своем взаимодействии, скажем, мягко. Одна из знаменитых акций группы «СЗ», акция без названия 80-го года, в процессе которой художники вышли на улицы города в течение одной ночи, нанесли на стены домов, на столбы и парапеты набережных надписи «Вот, ай-ой», как с вопросительным знакам и шляпам. Так же, как и сегодняшние граффитисты, группа «СЗ» подвергала себя опасности, конечно, даже, наверное, большей, поскольку в советские времена, особенно во времена завершения Брежневского застоя, писать на стенах домов было категорически запрещено, и, слава Богу, так же, как и в случае с группой «Гнездо», их акция прошла без потерь и столкновений с милицией. Но главное, что здесь, как и в случае с вот этой растворенностью мухоморов в пространстве метрополитена или с поездками за город группой КД, они, как городские партизаны, практически сливаются с этой реальностью, и городские жители, видев надпись «как» с вопросительным знаком, будут чрезвычайно озадачены, если только заметят ее, так же, как незаметными оказывались плакаты с надписью «вперед к победе коммунизма», так и восклицание «вот» на фонарном столбе могло оказаться всего лишь еще одной надписью городского сумасшедшего, но никак не следом художественной акции. В 82-м году в Москве открывается в кавычках галерея «Аптарт», которая располагается в однокомнатной квартире Никиты Алексеева, и Московская школа концептуализма получает еще одно название, она теперь может называться «Круг галереи Аптарт». Соответственно, к Московской школе концептуализма или МКШ добавляются «Круг мани» и «Круг галереи Аптарт». Вот на этой фотографии запечатлены основные герои младшего поколения «Круга Московского концептуализма». В галереи Аптарт оттачивались экспозиционные приемы и разворачивалась дальнейшая институциализация этого круга, который все больше и больше фиксировался в своих границах, за пределами которых оказались многие из тех, с кого эта история начиналась. Не все смогли пройти до конца вот этот путь радикализации художественного языка, отказа от традиционных средств изображения, и немногие из старших смогли смириться с этим неизбежным симбиозом такой очень выраженной социализацией искусства, поскольку московский концептуализм так же как и западный концептуализм к началу 80-х все больше и больше проявляет интерес к социальной стороне повседневности, таким образом выходя за рамки башни слоновой кости, в которую поместило себя московское искусство 60-х, 70-х. несколько изображений с выставок галереи Амтарт. Как видите, в экспозиционном отношении это весьма новатовские выставки, работами художников, участников заполнены не только стены, но и потолок, фотографии других мест квартиры не сохранилось, но, поверьте мне на слово, работы были и на стенах, в коридоре, и в ванной, и на кухне. Карта московского искусства середина 80-х годов значительно меняется в тот момент, когда ее завоевывают художники, приехавшие в Москву из Одессы. Московский круг художников-концептуалистов весьма обогатился за счет представителей Одесской школы, гармонично влившейся в это сообщество. В Москве эту группу одесских художников назвали, вернее, не их самих, а их стиль, назвали «Одесский кул». То есть та холодность и абсурдистское безразличие, с которыми выступали художники из этого южного города, Сергей Ануфриев, Лариса Резун, Звезда Четова, Олег Петренко, Людмила Скрипкина, Игорь Чацкин, и многие другие, могли посоперничать со своими ровесниками из Москвы в том, что касается мастерства в игре слова-изображения. Вот, например, в этой рабосе Ларисы Резун Звездочетовой мы видим два бумажных объекта, которые располагаются на двух фрагментах одного разорванного листа, и так же, как в произведениях художников группам «Гнездо», мы видим здесь блистательную игру слов, которая, по сути, обозначает то, что мы и видим перед собой. Это та плотность слияния слова-изображения, которая выявляет для зрителя механику создания концептуалистского произведения искусства. Этот объект Сергея Ануфриева в еще большей степени подчеркивает особый характер Одесской школы, и на самом деле то, к чему приходит в дальнейшем и вся московская художественная ситуация внутри этого объединения пространного. Это такой вот небольшой как это назвать-то, я даже не знаю, кошелек, что ли, из кожезаменителя, на который наклеена бумажка с надписью. попробуй все-таки догадаться, интуитивно нащупать ответ, посмотри-ка вовнутрь. Как только мы открываем этот бумажник, мы обнаруживаем там букетик пластмассовых ландышей и костюмчик куклы, и еще одну наклейку с надписью «Да, слабое у меня воображение». То есть в данном случае вопрос о том, что именно здесь хотел сказать художник, по-видимому, должен быть окончательно снят, поскольку эта вещь не несет в себе ни малейшего смысла. Эта работа настолько герметична, настолько замкнута сама на себя, что ее такой вот патологический абсурдизм, ее пустотность не в смысле отсутствия изображения, а в смысле невидимости значения внутри этого сочетания предметностей, ее пустотность, ее вот эта холодная абсолютно такая почти космическая пустотность, безвоздушная галактика, такая абсурда, выявлена со всей очевидностью, и именно это свойство усиливает определенный фланг московского художественного сообщества, которое мы называем московской школой концептуализма. на самом деле, вот этот круг, который можно формально связать с третьим просто по возрасту, да, с третьим поколением Номы, московской школы концептуализма, получил в Москве название Кабачки, называющие себя непосредственными преемниками Ильи Кабакова, его поклонниками, учениками. Эти художники развивали все то, что начинал Мэтр на рубеже 60-х, 70-х годов. И в этой работе Юрия Альберта собственно и рождается кличка поколенческая. Серия молодого автора, который получил название Я не Альберта посвящена теме самоидентификации художника, который пытался найти свое место в искусстве через отрицание своей идентичности. У него были работы Я не Базилец, Я не Энди Ворхол, Я не тот и не другой. И в частности вот этот вариант Я не Кабаков, А кто я? Я Кабачок. Соответственно, так возник во-первых непрерывный ряд преемственности, зафиксированный Юрием Альбертом от Кабакова и до самых молодых представителей тех, кому были близки поиски в рамках вот этого небольшого, достаточно узкого круга художников, которых связывали и общие интересы, и единый язык самоописания и способ существования внутри официальной и неофициальной культуры. Когда мы говорим о номе, мы должны, конечно же, помнить о том, кто придумал термин, кто ввел этот термин в оборот, это Павел Пеперштейн, сын Виктора Пивоварова и молодой человек, который фактически вырос в той самой мастерской на Сретенском бульваре, и в своей статье «Идеологизация неизвестного» он говорит о том, что Нома характеризуется прежде всего своей крайней автономией, своей выключенностью из не просто из большого советского искусства, но и из всех других более-менее выходящих за рамки традиций практик, связанных с постмодернистскими поисками. Автономность Номы связана и с ее эзотерической, почти эзотерической системой самоописания и если вы помните первый слайд этой презентации мы говорим о том круге людей, которые определяют свою идентичность через общий язык самоописания. И эта автономия конечно в значительной степени фатальна, поскольку круг этот складывался в условиях художественного подполья, где число зрителей примерно равнялось числу самих художников. С другой стороны, с той же силой, с какой художники шестидесятники жаждали своего зрителя, с такой же силой и художники Номы были к нему безразличны. Есть ли зритель, нет ли его, сам факт художественного высказывания значительно важнее коммуникации с тем, кто может воспринимать это искусство. Поймут ли нас, воспримут ли то, что мы делаем, неважно, как будто бы говорят художники, в частности в этой работе, где Юрий Альберт в серии постановочных фотографий на языке глухонемых произносит фразу что этим хотел сказать художник. И этот вопрос на самом деле риторический, поскольку это неизвестно ему самому. Я думаю, что мне, наверное, стоит заканчивать, поскольку все уже немножко устали. Тема действительно неисчерпаемая. И в заключение я хотела бы сказать, показать вот эту работу Андрея Монастырского и называется она «Кепка». Мы видим на первой фотографии обычную серую кепку, на которой лежит этикеточка с надписью «Поднять». Когда мы поднимаем кепку, мы видим другую этикеточку, на которой написано «Положить можно, понять нельзя». вот этот зазор, о котором мы говорили, вот это пустое пространство, то ли наполненное смыслом, как мусором, то ли пустое, как космическое пространство, отделяющее одно звездо от другой, как некая божественная такая пустота, либо потенциально чреватая жизнью, либо энтропией. Именно эта пустота и является, наверное, основным содержанием, объединяющим всех участников нашей сегодняшней истории, что, впрочем, не мешает нам говорить о том, что и разъединяет их многое, но на сегодняшний день все эти художники стали классиками русского искусства, и их открытость к интерпретации своих работ скорее делает им честь, чем защищает их от невнимания публики или ее раздражения по поводу того, что работа концептуалистов непонятна. . И случая непонятна. Продолжение следует... ... ... ... ... ... ... ... Продолжение следует...